Вот не зря говорят, если бы старина Геббелес жил в современной России, то вряд ли бы смог трудоустроиться на один из федеральных каналов. Добрый вечер, я Елена Милинчич, а это программа «Пропаганда». Ну, не дотягивает мужичонок до уровня кремлёвских фойкомётов, ну не дотягивает, ну максимум за пивасом в ларёк ему бегать, особенно когда события происходят важные, а методички аж трещат. На протяжении прошлого сезона мы довольно часто с вами говорили о Турции, причём тем было очень много, повестка дня самая разная. Вот, например, на этой неделе войны Останкинской башни разве что не вспыхивали от негодования. И виной всему игилофашистская Турция, которая ещё на той неделе на всех каналах опять была братской и дружественной. Перезагрузка отношений с Анкарой – вопрос времени, заявил Владимир Путин, в планах выйти на показатели 2014 года. Но стоило турецкому спецназу, не спрашивая Москву начать операцию в Сирии, методички-то по Турции в 105-й раз пришлось переписывать. Турция начала собственную операцию на севере Сирии. Несколько часов назад турецкие части вошли в предместе города Джар-Ал-Блус. В официальном Дамаске сегодняшние действия Турции осудили. События на сирийско-турецкой границе вызывают беспокойство и у российского МИДа. Эрдогану при всех его недостатках можно лишь поаплодировать. Так крутить любителей многоходовочек это вообще сильно. Ведь снова переобуться и опять начать резко ненавидеть Турцию слишком даже для современной России. На город Джар-Ал-Блус, что в паре километров от турецкой территории наступали спецназ, танки, авиация. За один день уничтожено около 80 объектов террористов. Что получается в итоге? Турецкая армия спокойно выполняет свои задачи в Сирии. А тем, кто забыл, напомним, что еще не так давно кое-кто волосы рвал на груди, обещая моментальное уничтожение всех, кто окажется в Сирии без их барского разрешения. Сказать, предупредить, что нападение на Сирию, нападение на Россию. Там не было системы ПВО российской. Теперь С-400 там стоит. Если раньше Турция там еще летала и постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, ну теперь пускай полетают. И во всем этом есть еще одна интересная деталь. В операции из Сирии принимают участие не только турецкие танки, но и авиация. И это подтверждают российские источники. Масштабная военная операция началась в 4 утра по местному времени. Сначала удар нанесла турецкая арцлерия, а затем авиации и танки подошли к границе на рассвете. Авиации и танки подошли к границе на рассвете. Опять-таки, просто для понимания, с кем мы имеем дело, освежаем память и слушаем вот это. Никто не вправе нарушать воздушное пространство суверенной страны. В данном случае Сирии. Комплексы ближнего действия «Панцирь-Ф» и дальнего действия «Триумф-С-400» будут нести постоянное боевое дежурство. Хочу подчеркнуть, по любым целям. Но федеральные каналы все это почему-то не показывают. Мол, я не я и мама не моя. А чтобы хоть как-то держать более-менее хорошую мину при плохой игре, в эфире появляются сочные перлы. Военная операция Турции в Сирии может привести к жертвам среди мирного населения. Обострите без того непростые отношения арабов с курдами. Еще раз. Люди, которые полгода бомбят Сирию запрещенными кассетными бомбами, и это уже доказано. Вдруг начинают страшно беспокоиться о мирных жителях, которые могут пострадать от армии Турции. Военная операция Турции в Сирии может привести к жертвам среди мирного населения. Выглядит это очень цинично. И примерно так же, как если бы серийный маньяк пришел толкать речь на форум по противодействию насилию. Но в самой России народ в большинстве своем ничего не смущает. Ёшки-матрёшки, да пустяковое дело. Пойдем-ка, лучше стадион «Зенита» достроим. Метрострой предложил привет жителей Петербурга к достройке «Зенит-арены». Для тех, кто не в теме, стадион «Зенит» – это волшебная дыра, в которой каждый год исчезают целые миллиарды рублей российских налогоплательщиков. Ученые Сколкова, конечно, доказали, что распил и банальное воровство в России – это исключительно продукт западной пропаганды. Это абсолютнейшая классическая компания, информационная компания. Пропаганда в чистом виде. Но давайте просто ради любопытства посмотрим цифры. Изначально стадион для любимой команды «Газпрома» планировали построить где-то за 7 миллиардов рублей. Но вот же чудеса. Прошло немного времени, и смета выросла более чем в 5 раз. Теперь уже нужно 39 миллиардов. «Зенит-арену» строят с 2007 года. Изначально планировалось, что стоимость стадиона составит 6,7 миллиарда рублей. Однако в начале июня 2016 года эта цифра выросла до 39,2 миллиардов рублей. Ну а самое сладкое, как вы думаете, что делают товарищи, освоившие целые мешки с деньгами? Наверное, пытаются выехать из страны, да спрятаться где-то, ну хоть в фашистской Украине. Да как бы не так. Стройка века продолжается, а помочь, внимание, приглашают обычных горожан. Метрострой готов создавать субботники для достройки стадиона. Десантники отказались достраивать «Зенит-арену», сославшись на басню Крылова. Здесь возникает всего один вопрос. Понимают ли сами россияне, как о них вытирают ноги их же кумир? Судя по тому, что караван идет, вряд ли. Да и вообще, пусть Обама о коррупции думает, у нас проблемы поважнее есть. Хохлы-то, нелюди, снова мальчика распяли. Я увидел в Ютубе, не знаю, скорректировало наше правительство или правительство Украины. Это видео. Если поискать, можно увидеть пятилетнего распятого ребенка. На самом деле, это видео можно пересматривать несколько раз. Здесь прекрасно все. И текст, и подача. Откровениями с земляками делится, конечно же, не девушка Прасковья, но родом тоже из Подмосковья. Я просто вышел из дома в одних тапочках и поехал, купил билет и приехал туда. И очень сильно добирался еще, когда было окружение. Самый огонь начинается вот здесь. Ну-ка, угадайте, где каратели пацана пятилетнего распяли? Небось, во Львове? Ну или хотя бы в освобожденном от защитничков русского мира Краматорске? После какого... А что там особенного? Пятилетнего ребенка распяли и поставили как раз на площади. Слыхали? В Горловке, оказывается, хунта зверствует. Трусиками к столбу всех подряд прибивает. В Горловке. Пятилетнего ребенка распяли. Но весь фокус в том, что за два года войны ни украинская армия, ни добровольческие батальоны в Горловке не были ни дня. Здесь и возникает вопрос товарищу Любы. Дядька, а вот ты понял, что уволился с работы и бросил семью, увидев не то что фейк, а телепомойку для самых альтернативно одаренных? Кроме того, что они троханы с полнорозумом, вот это видео для них – это предлог, это повод для того, чтобы сбежать от беспросветной жизни, от кредитов, от опостылившей жены и отправиться заниматься тем, что нравилось всегда – убивать людей. Но самое страшное в этом всем – то, что это не единственный экземпляр из серии «Майонез в голове». После якобы распятых в Горловке мальчиков, такие клиенты прут в Украину тысячами. А федеральные каналы и их новоросские братья по разуму продолжают окучивать всеядную, оттупевшую публику. Армия ДНР уничтожила склад боеприпасов ВСУ. Например, вот эту новость они принялись разгонять прямо на День независимости Украины. Вот вам, укропчики-фотофакт, горит фашистский склад в районе Авдеевки. Сотни погибших карателей. Вооруженные силы Новороссии метким ударом поразили яму с боекомплектом ВСУ в промышленной зоне Авдеевки. Украинские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике в ходе артиллерийского налета. Ватная публика ловила оргазм за оргазмом. Вот так перемога! Поздравили наши герои и хунтят с праздником. Красавчики просто. А фото – сказка. Так держать – это подарок от ДНР и ЛНР. Так сказать, праздничный салют Украине в связи с их незалежалостью. Ура, наши мужики и герои! Новость разогнали, если не все, то многие. Но теперь настало время макнуть фейкометов по самое не хочу. Даже долгих заездов не надо. Просто посмотрите вот эти фото. А честнейшие новоросские журналисты выдают их за события в День независимости. То есть случилось все якобы 24 августа. Но, естественно, главные чудеса. В оригинале публикации, то есть за 21 августа, черным по белому написано, что на фотографиях горят склады боеприпасов, как раз боевиков. А горят они, потому что, всем известно, нельзя курить возле БК. Ситуация под Донецком резко изменилась. Позиции ДНР пылают огнем. И как бы общеизвестно, что дачи за кольцом – это не украинские позиции. Но на что не пойдут люди ради сенсации? Украли фотографии, просто перелопатили текст, и дело с концом. И вот же она, перемога. Вооруженные силы Новороссии метким ударом поразили яму с боекомплектом ВСУ. Где Пургин? Срочно всем водки! Поздравили укропчиков. Вопрос только в том, нормально вообще после такого спать ночами? Ну ладно, в Украине над фоекометами посмеются, но ведь там, в огне, боевые новороссы погибли. Выходит, на них, да их семьи, тоже плевать. Для полного счастья можно еще с похорон фотографию сделать и подписать. Гляньте, братцы, опять перемога, снова укропов хоронят. С другой стороны, видимо, действительно плевать. Ну а че, бабы еще нарожают. А если вдруг меньше ехать будут, так мы им про третьего распятого мальчика замутим.